Бонжур а тус! Так непривычно с русскими говорить. Бонжур а тус, швидрэй контант, джуи а веки кип националь. Бон санте а тус, бизу. Ну так, какие-то базовые слова все равно знаешь, там со школы, там как бы, ну, give me this, give me this, give me this. Ну я туда, я там сразу начала учить английский язык. Но мы вначале были с учителем, там была женщина, она работала в школе и типа так занималась на дому, в общем. Вот, а потом как бы, ну я думаю, что как бы пошло-пошло-поехало и все. Ну и я как бы сама уже стала учить. Ну и плюс в Финляндии второй язык английский, поэтому, ну как бы там со всеми разговариваешь, слышишь часто английский, поэтому быстро, быстро привыкла. Правда, что во Франции вообще по-английски мало кто говорит? Ну да. Они все считают, что французский язык это первый язык в мире. Но только они правда так считают. Ну мы им не рассказываем. Ну Петрушка были. Ну это как кличка была, то не было прям кличка моя, что они знали вот слово Петрушка, там кто-то знал в команде слово Петрушка, они-то говорили Петрушка. Не знаю почему вот. Так это было, да? Да. Не обижалась? Да нет. Я, кстати, Петрушку не люблю, не ем ее, поэтому вообще пофиг было. Ну что мы пьем много водки. Вот, что холодно в России. Ну все, в принципе. Как и во всех странах я думаю. Во всех странах, где я была, так всегда думали, что мы много пьем. Они такие какие-то, знаете, какие-то они мимолетные такие, какие-то немного в своем этом всем миру как бы. Для них как бы там горечь поражения там или там победа для них это как-то, ну, одинаково, можно сказать. То есть мы там проиграли 3-0, 2-0 там. Или там, например, самое обидное там 1-0 или там выигрывали 1-0, а проиграли там 2-1. Ну, как бы в раздевалку заходим, там, тренер что-то там сказал, ну, какие-то слова там, то, что он хочет сказать, то, что он должен сказать, и все, как бы и забыли. И дальше там веселятся все. Ну ты петь должен. Пела, да? Конечно. Я встала на стул, взяла ложку и стала петь. Катя, Катерина, эх, душа. Да, чего смеешься, правда? Катя, хороша. Ягода, малина, Катя, Катерина. Были аплодисменты или забросали? Конечно, были. Все, что, у меня же голос, как оперная певица. А, ну, последний раз было, кстати, у нас там тренер сейчас поменялся, и сейчас у нас там другие тренера пришли, и главный тренер пришел со своим, как бы, этим стаффом, со своими тренерами. И тренер по физподготовке, там две девочки нас опаздывали, забыли будься, они возвращались, там, как бы, на базу. И тренер по физподготовке решил, как бы, ну, нас разыграть всех, но так как два человека отставали, как бы, уже бы не получилось. В общем, он придумал там какие-то смешные упражнения на, ну, на разминку перед тренировкой, чтобы мы вышли. И там, в общем, надо было так ногу забрасываешь, крутишься, короче, ну, какие-то вообще не футбольные такие упражнения. И он нам показывает, и мы такие не понимаем, типа, блин, это вообще такое, что-то ненормальное. И потом он начинает смеяться, ну, и мы понимаем, что это розыгрыш был. И две футболистки, которые отставали, две девочки, вот, когда они пришли, мы, как бы, ну, решили, как бы, их тоже разыграть. И решили, ну, заново, как бы, это все повторить. И он начинает ему упражнения эти повторять, в общем, там, крутишься, ногу закидываешь, потом этот велосипед начинает показывать, и они начинают две кукушки повторять. И мы все начали смеяться, потому что мы только две делали эти смешные упражнения. Ну, сейчас я учусь на права, кстати. У меня есть мечта, наконец, создать на права и купить машину. Вот. Сейчас расплачусь. А так вот что-то кирова? Не, на самом деле, это много времени занимает, потому что я сдаю на права на французском языке, и это занимает большей частью времени, потому что сейчас там всякие есть тонкости, механика и так далее, поэтому, как бы, есть слова, которые я вообще не знаю. Ну, тогда не знала, сейчас, конечно. Я уже почти с правами. Оно коммуникабельность, я думаю. Второе. Открытость, я думаю. Ну, хотя не все европейцы открыты. Французов, я считаю, что они закрытые люди. Потому что они там лишнего слова у тебя не скажут, не подойдут. Все время ты должен подходить, там, что-то спрашивать. И третье. Ну, наверное, учить язык в страну, в которую ты приехал. Это очень важно. Со временем вообще начинает этот меняться вкус. Я вообще раньше думала, что я улитки никогда в жизни не попробую. Но сейчас я думаю, почему я их раньше не попробовала. Я обожаю улитки вообще. Я обожаю улитки, обожаю морепродукты вообще сейчас. Хотя, ну, у нас в Иркутске еды-то мало. В Сибири, в Сибири еды мало у нас. В Сибири. 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 Продолжение следует...